Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео я решил отчитаться перед вами о том, в каком состоянии стали фары у Овехи за 9 месяцев моих тестов, в каком состоянии находится пленка, которую я клеил, и какие светодиодные лампы я не рекомендую ставить ни в коем случае. Погнали! Старожилы проекта, наверное, знают, что 9 месяцев назад я приобрел данную машину, и у нас начались тесты по улучшению света, соответственно, я стал вести вот эту табличку, в которой показывал, как те или иные лампы, соответственно, влияет на свет. В ходе мероприятий по улучшению света, естественно, я и делал бесконтактную полировку данных фар, вот обложка того видео, можете перейти и посмотреть, как это делается. Также на фарах наклеена полиуретановая пленка Хагамаку, многие, я помню, тоже меня спрашивали, как она, собственно, переносит использование на фарах, соответственно, давайте покажу. Итак, первое, это пленка, ну, нет, на самом деле, самое первое, ребята, это вот небольшое запотевание, это связано с тем, что последняя моя, так сказать, лампа, источник света, который стоял в этой фаре, это вот такая вот мини-светодиодная линза, которая ставилась в место, соответственно, вон той лампы, и для установки требовалось удаление торцевого колпачка, поэтому я разбирал фару всю по периметру, и я не разгладил герметик, прежде чем ее обратно собрать, и вот частично стало запотевать, меня, соответственно, эта тема меньше всего парила, потому что я знал, что потом я фару буду в любом случае разбирать для установки линз, и, соответственно, все это поправлю. Я, ребята, просто поторопился, когда вот ставил стекло обратно на фару, соответственно, не разгладил герметик, и вот где-то стала фара немножко пропускать водой. Ладно, погнали дальше. Так, пленка. Итак, пленка, ребята, смотрите, пленка, в принципе, надеюсь, вам видно, она в состоянии, в общем-то, все с ней хорошо, но на ней появились такие небольшие, 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 небольшие царапинки, такие, очень тоненькие, маленькие. Ребят, связано это с тем, что люблю я вот мыть машину вот такой вот щеткой, там, собственно, когда она стоит у дома, не всегда это делают кирхером, соответственно, периодически щеткой. Она хоть и мягкая, вот, хоть она и очень мягкая, и с водой, естественно, я все это делаю, но, видимо, она наносит некоторые вот такие вот небольшие, небольшие, небольшие царапинки, ладно. Сегодня мы попробуем от них избавиться с помощью чайника. Кто видел вот это вот мое видео по поводу, как можно попробовать пленку восстановить после царапиня, соответственно, сегодня проведем эксперимент, нагреем и кипятком попробуем разгладить данные царапины на фаре. Вот, но давайте теперь дальше, теперь давайте пройдемся, ребят, по отражателям, покажу, что с ними стало. Итак, первое, отражатель был, сразу скажу, идеально новый, идеально видно, что на этой машине не стояли никакие, ни ксеноны, ничего. Вот за время моих экспериментов, он, конечно, немного замутнел, это видно, блин, надеюсь, вам видно, то есть вот верхняя его часть, она стала уже не настолько, прозрачной, и более того, вот здесь вот образовались вот такие прогары, я их даже назову, наверное, вот, да, здесь он виден именно с этой стороны, вот смотрите, вот и на вот этой фаре, на второй, эти прогары тоже видны, сейчас покажу, вот он, раз прогар, потом вот здесь вот сверху и слева, вот здесь, кстати, царапин больше, на этой фаре, поэтому, извините, камера фокусируется именно на них, это, к сожалению, из-за светодиодных ламп. Эти помутнения образовались вот из-за использования вот этих ламп Fighter, ставил я их где-то зимой, и ездил, соответственно, с одной, наверное, около месяца я ездил до того, как установил другие лампы, я, ребят, восхищался конструкцией данных ламп, но вот не учел тот момент, что вот эта вот замечательная конструкция, а замечательность этой конструкции, дело в чем, в том, что вентилятор, вентилятор, вот он находится прямо внутри, внутри фары, соответственно, лампа получается максимально компактная, она абсолютно ничему не мешает, соответственно, крышки закрываются, но вот этот вентилятор, видимо, гонит горячий воздух на стенке отражателя, и, соответственно, вот эта поверхность отражателя начинает, соответственно, перестает уже отражать в том объеме, в каком она отражала до этого. Поэтому, исходя из вот этих моих наблюдений, я могу сказать, что не ставьте, не ставьте данные лампы, потому что это, да, очень компактно, это очень удобно, но, как показала практика, данные лампы очень плохо влияют на отражатель. Да, свет вы улучшите, с одной стороны, с другой стороны, из-за ухудшения отражающих свойств, он будет постепенно-постепенно ухудшаться, поэтому, ребят, не рекомендую. И также, ребят, я хочу дать теперь общие рекомендации по использованию светодиодных ламп, они таковы. Смотрите, перед тем, как вы захотели установить лампу фару, что сделаете, возьмите, включите ее где-то вне фары, чтобы вот все вещества, которые использовались при изготовлении данной лампы, там припой, флюс, где-то краска, может быть лак какой-то, чтобы они все испарились, чтобы они испарились с лампы и меньше всякой гадости попало вам именно на фары. Вот на полчаса хотя бы оставьте ее максимально, чтобы она была включена постоянно и, соответственно, с нее ушло большое количество всяких веществ и, соответственно, они не попали внутрь фары. Это вот такая рекомендация абсолютно ко всем лампам, она не только к файтерам относится, но и абсолютно к любым лампам светодиодным, которые вы ставите. Ну, ребята, меня это, в принципе, не очень сильно парит, потому что я знаю, что я буду дальше продолжать свои эксперименты по улучшению света и буду ставить линзы, а у линз уже, естественно, есть свой отражатель и им абсолютно все равно на то, в каком состоянии родной отражатель. Но чтобы оставить эти фары для дальнейших экспериментов со светодиодными лампами, потому что я знаю, что многим, в принципе, все-таки проще поставить светодиодную лампу, чем ставить линзу, и действительно, с лампами H4 светодиодные лампы дают максимальный эффект, поэтому я решил, принял решение, вот эти фары родные все-таки оставить, для того, чтобы ввести вот эту дальнейшую табличку и, соответственно, давать вам результаты по тому, как те или иные лампы, соответственно, влияют на свет, стоит их ставить или не стоит. И приобрел я еще один комплект фар на нее, это фары, конечно, не оригинальные, потому что достаточно дорого, даже для Aechi. Это были фары DEP, сейчас я вам покажу их, сейчас мы вскроем, на них посмотрим, я их еще не вскрывал, соответственно, в них уже будем потом ставить линзы. Ребят, вот они коробки еще запечатаны, ничего даже я с ними не делал, вот коды этих фар, одна и вторая, и сейчас на них мы посмотрим. Итак, погнали! Ох, давно распаковки не делал. Крепеж похож на родной. Вот она эта фара. Ить, доставайся! Ну, ребят, смотрите, торцевой колпачок очень похож на родной, прям очень похож. Прям один в один. Ну, тут, собственно, особо отличий нет. Да, фара DEP, все дела. Сюда у нас будут ходовые огни, патрон, в принципе, похож. Все у нас один в один. В принципе, никаких отличий я не вижу. Регулировки на тем же самых местах. Вот эти фары будут у нас служить уже для того, чтобы сохранить родные фары и для экспериментов уже со светодиодными линзами. Если кому интересно, фары эти стоили где-то по 4000 рублей комплект. Ну, точнее штука, соответственно, 8000 комплект. Вот, ладно, вторую показывать уже не буду, суть. Я думаю, что никакой не влияет. Сделано в Тайване, все дела. В видосе про линзы уже буду ее непосредственно ставить. Может быть, даже сравню по светораспределению, как светит родная и как светит вот этот отражатель. Теперь, ребята, кратко про то, что мы сюда будем ставить. Решил поставить я два варианта линз. Один вариант в одну фару, другой в другую. Почему так? Ну, потому что, чтобы в одном тесте вам дать информацию про две разные линзы. Какие это будут светодиодные линзы? Ребят, первая, это светодиодная линза Alteza. Это Alteza Mini GTR 2.8 под бленду. Стоит 3500 в интернете, соответственно, 7000 комплект. Это максимально бюджетная линза, я считаю. Поэтому я решил ее включить в обзор и, соответственно, дать вам информацию о том, как ее устанавливать, как она светит. И сравнить ее с проверенным вариантом, который я уже много-много-много раз. Это Dixel линза, соответственно, Dixel тоже GTR Mini, билет. У обоих вариантов этих линз есть рамка, соответственно, они максимально просто устанавливаются за место лампы H4. Прикручивается гайкой, это как раз вот то, с чего я и хотел начать. Соответственно, вот эти два варианта мы в следующем видео будем ставить. Одну в левую, другую в правую. Соответственно, уже смотреть, какая лучше, какая хуже, какую удобнее ставить, какую неудобнее. Соответственно, вот эти все моменты я в одном видео и хочу вам, собственно, указать. Ссылки, если что, я добавлю в описании к видео. Соответственно, кому интересно, можете посмотреть, там уже посмотреть по ценам, по магазинам и сделать для себя какие-то выводы. Так, по линзам все, ребят. И теперь, соответственно, давайте сейчас проведем эксперимент по поводу, можно ли убрать вот эти мелкие царапины на полиуретановой пленке с помощью кипятка. Так, как я это делал в прошлом видео. Сейчас кипятим воду и льем на фары и смотрим, уйдут они или нет. Итак, чайник скипел. Погнали. Ух, кипяток. От фары идет пар. Польем ее целиком. Кстати, проехал на фарах где-то 10000, а вот примерно за эти 9 месяцев порядка 10000 было проезжено. Сейчас подсохнет и посмотрим, есть ли эффект или нет. Итак, вода стекла. Ну, в принципе, я думаю, что ничего не изменилось. Мелкие-мелкие все равно они остались. Но все равно я очень благодарен пленке, потому что вот, блин, вы наверно не видите, но здесь есть прям такой скол хороший, в которой именно... Блин, сейчас покажу вам его. А, вот. Вот прям такой нормальный, видимо, камень летел. Пленка его явно, блин, не хочет фокус ловить. В общем, вот он скол, здесь он есть. И пленка его действительно задержала. Так что я в любом случае очень благодарен тому, что пленка действительно защищает фары и от пожелтения, и от помутнения. Потому что после химполировки ничего с ними не стал. Поэтому я думаю, что эта пленка поживет еще, как минимум, до следующего лета точно. Итак, ребят, на этом я, собственно, отчетное видео о состоянии фар закончил. Соответственно, в следующем видео будем уже ставить новые фары и ставить них в линзы. До новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok